Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «По святым местам» приветствует вас из села Ключи Алтайского края. Здесь немало достопримечательностей археологических, в окрестностях находятся древние курганы, природных – это озера. Ну, а духовной достопримечательностью стал храм в честь Алексея Человека Божия. О нем наш сегодняшний рассказ. В 19 веке здесь появилась деревня под названием «Ключевая». И название свое, как можно догадаться, она получила от водяных ключей с южной стороны озера, при котором располагалась. Мы приехали на приход Ключей, Ключевской район. Это переселенцы, первые жители. 160 лет назад заселили эти земли. Переселенцы из Курской, в общем, из Украины, так можно сказать. Особая роль в заселении этой территории принадлежит крестьянским ходокам, переселенцам из Украины, а также южных регионов России. В 19 веке деревня «Ключевая» входила в Нижнекулундинскую волость. Первый храм здесь был освящен в 1897 году. Освящал его благочинный Иоанн Разумов в честь архиатертика Божия Михаила. Ну вот, на этом месте он был построен, где мы сейчас с вами и находимся. Люди посещали церковь на богослужение, а местные ребятишки обучались в церковно-приходской школе при храме. Первый священник был назначен в деревне Ключевая в 1898 году. Звали его Владимир Яковлевич Калугин. Расслужил он здесь до 1910 года, потом перевели его в город Камень-Наби. Наверное, лет 15 он там отслужил, потом был перейден в Томск и там расстреляли. В 1936 году его расстреляли. Репрессии православных проходили по всему Союзу. Были они и в Ключах. Село находилось практически на границе с Казахстаном. В советские годы там проживало немало ссыльного духовенства. Служил у нас в 1932 году. Здесь Елизар Петрович Максимов. Прибыл он из Казахстана. Батюшки не дали здесь послужить, органы ОКПУ. И вот он и ехал назад в Казахстан. Его внук сейчас знаменитый проповедник, деятель религиозный. Это Георгий Максимов. Вот изображение Михаила Архангельской церкви. Но таким храм стал в советские годы. В 1936 году здание отдали под клуб. Это удивительно, но помещение Дома Божия до сих пор существует в Ключах. Позже его перенесли из центра на окраину села. Вот так выглядит то первое здание храма. В 50-е годы его перенесли чуть дальше от центра села и сделали здесь ремонтный завод. Ну а в конце 90-х переоборудовали под жилой дом. 90-е годы, время расцвета русской православной церкви, не обошли стороной и ключи. В 1994 году трудами Латышева Вениамина Павловича здесь была организована община. Здание, приспособленное помещением нам отдали, тоже неподалеку отсюда. Но уже назвали не в честь архистратика Божия Михаила, а преподобного Алексея Человека Божия. Пока храм Алексея Человека Божия располагается вот здесь. Считается, что это здание дореволюционное, и когда-то оно принадлежало приходу. В советские годы здесь располагались различные инстанции, ну а в середине 90-х помещение передали православной общине. Сейчас мы находимся в действующем храме преподобного Алексея Человека Божия. Вот здесь мы собираемся с людьми для общественных молений. Праздники служим за покойные богослужения, за здравные, молебные, о воинах. Места хватает. Но на Пасху, на такие, на десятые праздники, великие праздники, бывает, что стоят и в прихоре, ну то есть, при начале храма, при входе. Почти сразу в 1996 году решили строить храм. Сейчас работы по его возведению подходят к концу. Но до этого в ключах долго не могли решить, где же должен стоять дом Божий. Вот это уже третье место, но зато окончательное. И в оконцовке осветили камень. В 2004 году приезжал владыка Максим, епископ Барнаульский, и осветил камень. Вот где у нас сейчас и почти возведен новый храм. Сделали теплые полы, ждем плиточника, который уложит плитку. Ну, Бог даст, может, к зиме зайдем, сначала будем служить, освещать все планируем на будущий год. Святого Алексея, Человека Божия, всегда любили на Руси. Кажется, что он и родился в нашей стране, но проживал угодник Божий в Римской империи. Хотя главное здесь то, что святой показывает нам пример той любви, которой учил нас Христос. Ну, потому что его житие, оно умиляет. То есть он отказался от богатства, от жены, можно сказать, лучшей в те времена, в его местности. И выбрал служение, путь служения Богу. То есть путь нищенства, вот как раз таки, вот это умиляет сердца русских, да и вообще людей, что следует его путем. Помощь небесного заступника храма здесь ощущается особо. Помощи святых и Божия, я думаю, в первую очередь. Потому что когда дали мне проект храма на 25 миллионов, я, конечно, был шокирован, даже так сказать. Не знал, где брать деньги. Но появляется у Бога как бы все возможно. Невозможно – возможно. Появляются и деньги, и люди, и силы, и возможности, и средства. А все это, ну, все это, как бы я еще больше укрепился в вере присутствия храма. Не забывают в ключах и о посвящении первого храма архистратику Михаилу. В планах есть такое, что сделать подвальное помещение у нас здесь есть и сделать предел в честь архистратива Божия Михаила. Вот в этом, как раз, подвале. Часто случается, что, собираясь в своем маленьком храме, будь то приспособленное помещение или молельная комната, люди привыкают к стенам, к своему труду, который они вложили в Дом Божий. И расставаться с прежним зданием храма не хочется, ведь столько связано с маленьким домиком на окраине села. Да, некоторые так и говорят, отслужили мы как-то литургию в новом храме, говорят, что там хорошо, но здесь лучше. Но я думаю, что это все-таки дело привычки, и там привыкнут, и там привыкнут. То есть там уже настоящий храм, вот, каноничный. Ведь и в новый храм уже вложено немало сил, средств и молитв. А со временем, когда здесь постоянно начнут проходить богослужения, Белоснежная церковь, уже в самом центре ключей, станет важным и любимым местом для прихожан. И даже пока храм еще не готов, о нем уже рассказывают жителям села. Взаимодействуем мы со школами и с Домом престарелых, взаимодействуем. То есть люди ждут, интересуются. Я вот думаю, храм построен, будет намного интереснее рассказывать. Вот младшие классы, они слушают с интересом священную историю, задают такие вопросы, не детские, можно сказать. Но понравилось общаться с ними. Более взрослые, уже замкнутые дети. Там уже нужен особый подход. Ключи – это милое, красивое село, которым гордятся, которое любят, и без которого не представляют жизни. А скоро здесь появится и новый храм. И уже сейчас Дом Божий – это часть культурного наследия, села. И ведь летопись прихода тесно связана с историей жизни ключей, которым уже больше полутора веков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok